Привет! Я Антон Деркач и отправляясь этим летом на отдых, я решил провести время не только с удовольствием, но и с пользой. Именно поэтому я взял с собой интересный учебник и за этот месяц прочел его. А сегодня я делюсь с вами видео-отзывом на этот учебник. Он называется «Внутренние болезни», автор Камалов. Это довольно-таки старый учебник. Он напечатан в 1988 году и поэтому многие сведения, представленные в этом учебнике, давно не актуальны. В частности, многие классификации болезней давно пересмотрены. Многие лекарства, рекомендуемые для лечения болезней, в этом учебнике давно не используются. Гематология за эти годы шагнула далеко вперед и многие болезни, которые в 1988 году считались неизлечимыми, сегодня с успехом поддаются лечению. Но несмотря на неактуальность многих сведений в этом учебнике, я доволен, что прочел его, потому что благодаря этому учебнику я смог составить представление о структуре дисциплины внутренней болезни. Я смог ближе познакомиться с различными нозологическими формами, смог глубже понять патогенез разных заболеваний. И все это благодаря этому учебнику. Но вам я не стану рекомендовать читать эту книгу, потому что на сегодняшний день существует много более современных и более актуальных учебников по внутренним болезням, по терапии. В частности, я бы рекомендовал вам читать Ройтберга из Трутынского. Эту же книгу я прочитал просто потому, что она попалась мне на глаза. Если же вы прочли эту книгу и у вас есть мнение об этой книге, вы можете поделиться им под этим видео. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть другие видео отзывы на книги. Увидимся в новых видео. Пока.